Всем привет, дорогие наши любители диванной аналитики! И сегодня мы не будем говорить совсем уже о политике, так, в двух словах, а именно хотели бы обсудить тему и скандал, связанный с заявлением Роскомнадзора по поводу деятельности такой социальной сети Telegram на территории Российской Федерации, которую основал небезызвестный в России человек, как Павел Дуров, ныне являющийся гражданином Великобритании. Скандал заключается в следующем. 16 апреля по заявлению Роскомнадзора объявляется о начале блокировки сервисов Telegram на территории Российской Федерации. Скандал этот уже довольно известный, не первый день. Мы многие о нем слышим и читаем в новостях и СМИ. А, собственно говоря, дело в том, что Роскомнадзор затребовал ни много ни мало передать ключи, так сказать, для расшифровки данных и, ну, в целом контроля сети Telegram, что не было выполнено. И, по словам Павла Дурова, противоречит законодательству и Конституции Российской Федерации. Ну, кто прав, кто виноват, разбираться не нам с вами. Ну, тем не менее, это нас тоже касается, так как по официальным данным, этой социальной сетью Telegram пользуются более 15 миллионов россиян, о чем заявил Павел Дуров и сообщил, что это, ну, идет прямое нарушение прав граждан Российской Федерации ООО, и также то, что это приведет к тяжелым последствиям для пользователей социальных сетей в России. Ну, как будут разворачиваться события, будем следить за этим, за всем и далее. Но сейчас вот новости таковы, что 16 апреля Telegram блокируется на территории Российской Федерации, да. Поэтому продолжаем следить за событиями, высказывайте свои версии, свои предположения о развитии событий. Будем рады вас выслушать, обсудить, подписывайтесь. До новых встреч, всего доброго!